Белорусский государственный театр «Лялек» не отходит от что годовой традиции сезона, представлять наприконцы своим аматорам премьеру. Готым разом центральной особой стал польский письменник Витальд Гамбрович. Новый спектакль для дорослых по пьесе одного из самых значных польских письменников минулого 100 года называется «Венчание». У постановцы переплетаются реальность и сон, рычаисность и выдумка, люди и предметы, правда и вымыслы. Разом с аутором пьесы режиссер Александр Янушкевич и Мастак Татьяна Нарсисян анализуют страх и жах человека перед будущим светом, у яким он станет сам, собе, богом и ладаром. Свет у нас с матерью, шикарное «Венчание» было, а ты чем хуже? Ну, думайте, какое-то «Венчание» устроено, только ты, держись молодцом, держись молодцом, не отгрызь. Кто его устраивает дико? Как кто? Ну, я все хорошенько отмазковал! Головный герой «Венчание» Хенрик у своим сне имкнется выкликать с днебытой рычаисность, у якой он был бы абсолютным уладаром. Але его сон является одночасово успомином про минулое. Складанные монологи, фантасмогарышные выявы, актеры призналися, что освоить такий материал было непросто. Такой материал, как бы, да, ну, сначала казалось, что он даже неподъемный, в принципе, да, и о чем, о чем. Но когда ты, ну, разбираешься в нем больше всего, в принципе, ну, и кайф получаешь от того, что когда ты его преодолеваешь, вот этот материал, эти слова, понимаешь, о чем ты говоришь. Такие спектакли, ну, не шмат, я скажу, на сцене нашей краины, тому мне подавалось, что реакция может быть самой непредказальной. Да побить тебя какими-нибудь яйками, типа медорами. Але, дякую Богу, все сдается добро. Гамбрович, автор Складанный и до всего прочего, незвычайный. Что ж захватило режиссера взяться за такий непростый материал? Перш за все, это было выкликано жаданием долучить до театра, как мога больше молодого глядача. Глядача, який цикавится с усветной культурой, який жадал бы поширить свой далегляд. Постановщики упевнены. Той, кто захочет, сможет снасти у гэтым делным твор и кожный свое. Я приведу такой пример. Вот здесь такой замечательный живописец Кандинский. Очень многие думают, что это вот просто так понамазано цветных пятен. А стиль Кандинского был в том, чтобы цветными пятнами закрыть рисунок. Но рисунок-то все равно есть. Поэтому за этим, как бы, украшением, за этим узором. То же самое, мне кажется, и венчание. Это вот тот же принцип. Мне радостно, что режиссер-постановщик удалось расшифровать этот текст и перевести его на вполне понятное, как мне кажется, образо, на сценическое действие. Достаточно детективное, я бы сказал, даже. Может, это не кто-то я? Я на самом деле сошел с ума? Может, я не стою здесь и не говорю? А если лежу где-нибудь в больнице, там же стекулирую и брежу, что тесно тут стою? Миновит Авинчанне, польский письменник, лечил наибольшь удалым за усеуластные творы. Спадзаюся, вы не застанетесь и у Баку и поспробуйтесь найти час на свое вотши убачить гэта спектакль.